Кошка. Небольшое и одно из самых удивительных творений Всевышнего Аллаха, о котором также говорится во множестве достоверных хадисов от нашего пророка, саляллаху алейхи вассалям. И в том числе передается страшный хадис о женщине, которая плохо относилась к кошке. «Перед Аллахом падают ниц, все обитатели небес и земли, животные и ангелы, и они не проявляют высокомерия». Все животные, обладающие даром речи или безмолвные, а также благородные ангелы, поклоняются Аллаху и падают ниц перед ним. Это откровение является примером включения частного в общее. Аллах вначале упомянул обо всех творениях, а затем особо отметил ангелов, потому что они превосходят остальные создания, обладают многочисленными достоинствами и усердно поклоняются своему Господу. Они не проявляют высокомерия перед поклонением Ему, несмотря на свою многочисленность, свой величественный нрав и свою недюжинную силу. По этому поводу Всевышний Аллах сказал, «Ни Мессия, ни приближенные ангелы никогда не посчитают для себя унизительным быть рабами Аллаха». 4 сура, 172 аят. А чтобы больше людей узнали об этом, поставьте лайк, сделайте репост в социальные сети, а также оставьте несколько комментариев под видео. Благодаря этому больше людей узнает об исламе, и вы получите награду за это с позволения Аллаха. Передаются слов Ибн Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, что посланник Аллаха для благословитого Аллаха приветствует сказал, «Одна женщина была подвергнута мучениям за кошку, которую она держала в заперти, пока та не сдохла, за что она оказалась в огне. Держа ее в заперти, она не кормила и не поила ее, не позволяя ей поедать живность, ползающую по земле. Имеются в виду насекомые и присмыкающиеся. Помните, что когда мы берем кошек и других животных домой, мы не должны притеснять их и должны кормить, и мы будем в ответе за них?» Другой же женщине были прощены грехи за то, что она напоила собаку. Передаются слова Бухурегри, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха для благословитого Аллаха приветствует сказал, «Была прощена одна блудница, которая проходила мимо высунувший язык собаки, которая умирала от жажды у колодца. Эта блудница сняла башмак, привязала его к своему покрывалу и зачерпнула для нее воды. И за это простились ей ее грехи». Однако это не значит, что если каждая блудница будет поить собаку, она войдет в рай. Как сказал один великий исламский ученый, «Эта женщина напоила собаку, храня в сердце чистую веру, за что и получила прощение. А если бы это было не так, то прощалась бы к каждой блуднице, которая напоит собаку». Передаются слова Бухурегри, да будет доволен им Аллах, что пророк, да был советовал Аллах приветствовать, сказал, «Как-то одного человека, шедшего дорогой, стало мучить сильная жажда. Он нашел колодец, спустился к воде и напился. А когда выбрался наружу, неожиданно увидел перед собой собаку. Высовывающую язык и евшую от жажды влажную землю. Увидев ее, человек сказал себе, «Эту собаку жажда мучит так же, как мучила она и меня». После чего он снова спустился в колодец, наполнил водой свой башмак, и, поднявшись на поверхность земли, он напоил собаку. И Аллах отблагодарил его за это, простив ему его грехи. Люди спросили, «О посланник Аллаха, разве нам полагается награда из-за животных?» Он сказал, «Награда полагается за все живое». В одной из версий этого хадиса, который приводит Аль-Бухари, сообщается, что пророк, да был савиду Аллаха приветствует, сказал, «И Аллах отблагодарил его за это, простив ему его грехи, и ввел его в рай». В еще одной версии этого хадиса, который приводит и Аль-Бухари, и Муслим, сообщается, что пророк, да был савиду Аллаха приветствует, сказал, «И когда собака, едва ли не погибавшая от жажды, кружила вокруг колодца, ее увидела одна блудница из числа израильтян, которая сняла с себя туфлю, зачерпнула ей воды для собаки и напоила ее, за что ей были прощены ее грехи». Также есть удивительные научные факты о кошках. Одним из таких является то, что есть целый раздел зоологии, фелинология, изучающий анатомию и физиологию домашних кошек, а также их породы, особенности их селекции, разведения и содержания. Также еще одним удивительным фактом является то, что у кошек на передних лапах по пять пальцев, а на задних по четыре. И также Абу Хурейра, отец кошечки, прозвище Абдрахмана, бин Сахра. Его прозвали так за то, что он часто носил с собой в рукаве одежды кошку, и чаще всего называли именно так. Он был одним из величайших сподвижников пророка, мир ему и благословение Аллаха, и передал наибольшее число хадисов. И мы также должны понимать, что Аллах, свят и навелик, создал человека и животных только для того, чтобы они служили и поклонялись ему. А все животные и насекомые, которые Аллах сотворил на благо человека, являются частью этой огромной вселенной. Как сказал Аллах в священном Коране, «Он тот, кто сотворил для вас все, что на земле, а затем обратился к небу и сделал его семью небесами. Ему известно о всякой вещи». И, как сказал Аллах в Коране, «Люди, животные и скот также бывают различных цветов. Боятся Аллаха среди его рабов, только обладающие знанием. Воистину, Аллах могущественный, прощающий». Всевышний напомнил своим рабам о том, что Он создает совершенно разные творения, имеющие, тем не менее, общее происхождение и являющиеся доказательством всемогущества и изощренной мудрости Аллаха. Примером тому в природе встречается очень много. Аллах ниспосылает с неба дождевую воду, благодаря которой произрастают различные растения и плоды. Так люди становятся свидетелями того, как из одной и той же воды на одной и той же почве произрастают самые разные растения. Аллах также поместил на земле горы, корни которых уходят глубоко в недры земли. Эти горы связаны друг с другом, а иногда даже имеют общее основание. Но тем не менее, они отличаются друг от друга цветом и оттенками. В них есть белые, желтые, красные и даже совершенно черные тропы. Аллах также создал на земле много людей, зверей и животных, обладающих разными цветами кожи, разной окраской шерсти, разными качествами, разными голосами и разным внешним видом. Люди могут легко убедиться в том, что все живые существа на земле сильно отличаются друг от друга. Хотя они все имеют единое происхождение. Эти многочисленные различия являются убедительным, логическим доказательством всемогущества Аллаха, который волен наделять свои творения самыми разными цветами и качествами. Это приносит людям большую пользу и помогает им определять необходимые направления и различать друг друга, что свидетельствует о мудрости и милосердии Всевышнего. Это также свидетельствует о его безграничном знании и неизбежности воскрешения. Однако все эти доказательства не приносят никакой пользы беспечным неверующим, которые не задумываются и не придают значения творениям своего Господа. Извлечь из них пользу удается только людям, которые боятся Всевышнего Аллаха, размышляют над окружающим миром и познают смысл его творения. Поэтому Господь сказал, что боятся его только те рабы, которые обладают знанием. Чем лучше человек познает его, тем сильнее он страшится его наказание. Этот страх заставляет человека избегать грехов и готовиться к встрече с ним. В этом аяте Всевышний подчеркнул важность и превосходство истинных знаний, которые заставляют человека страшиться его и помогают ему обрести его милость. Всевышний сказал, Аллах доволен ими, и они довольны им. Это уготовано для тех, кто боится своего Господа. Поистине, Аллах могущественный и прощающий. Его величия и могущество совершенны, благодаря чему он создает самые разные творения и прощает грехи своим кающимся рабам. Также есть хадис, в котором сообщается, что Абу Аз-Зубайр сказал, «Я спросил Джабира о продаже собак и кошек, и он сказал, Пророк, да благословит его Аллаха приветствует, строго запретил это. Заджара». Имам Ибн Хазм говорил о слове Заджара, которое упоминается в этом хадисе. Аз-Заджир — это строжайший запрет. Мы напишем более подробно об этом хадисе в закрепленном комментарии. Обязательно прочитайте. Также кошки не являются нечистыми животными. Передаются слов Капше бин Кап Ибн Малик, которая была женой Ибн Абу Кутады, о том, что Абу Кутада как-то пришел к ней, и она налила ему воду для омовения. Затем пришла кошка и попила от этой воды, а он наклонил ей посуду, чтобы она закончила пить. Капше сказала, «Увидев, что я наблюдаю за ним, он сказал, «Ты удивлена, о племянница?» Я сказала, «Да». Он сказал, «Поистине, посланник Аллаха, да благословитого Аллаха приветствует, однажды сказал, «Они не являются нечистыми, и они из тех, кто всегда окружает вас». То есть кошки. Узнав все это, мы можем в очередной раз удивляться мудрости, а также силе и мощи Всевышнего Аллаха Святой и Велик. Мир вам и милость Аллаха, дорогие братья и сестры». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова